Новомучеников Исповедников Российских и Живой Святых Почеснашек, Иоанна Шанхайских, Иоанна Нью-Йоркскому, Садыки правильный Богу Отец, иоанхим иоанны и все святых, Помилуй и спаси от нас, как у благих человек и любит Слава. Аминь. Время Отца и Сына и Святого Божьего. Каждый день Святая Церковь вспоминает святых угодников Божьих. Близ. Тех людей, которые, так же как и мы, подвязались здесь на земле и в своих подвигах достигли совершенства духовного возможного для человека. Ведь для нас, людей здесь, несовершенных, живущих на земле, не все бывает доступно, не потому, что оно недоступно, а потому, что мы сами не стараемся, не предполагаем усилия для того, чтобы достигнуть этой святости. Ведь все мы призваны к святости. Все мы крещеные. И когда мы крестились, когда нас крестили, будучи младенцами или взрослыми, мы стали святыми. К сожалению, вот эту святость мы не в состоянии часто содержать. И по нашему греховному естеству, к сожалению, больше склонны ко злу делать нехорошее, недоброе, допускать в своей душе нехорошие чувства, злые, чем бороться с собою и заставлять себя подвязаться по славу Божьей. Почему же это происходит? У нас душа бессмертна, а мы за ней часто и ухаживаем. Вот наше тело стараемся всячески каждый день. Ну попробуйте встать с постели и выйти так на улицу. И тоже не пойдет. Будет себя приводить, приведет в порядок, прическу сделает, оденется, помоется. Для того, чтобы оказаться приличными перед людьми и перед самим собой. А вот духовный мир, который мы не создаем, не видим, не чувствуем часто, ангельский мир, святый, который за нас смотрит, что вы не с нами, вот это мы забываем. И вот так, в таком состоянии, неопрятном, иногда даже, вот, становимся на молитву, приходим в церковь, некоторые возмущаются, зачем рассказывать батюшке лихи? Ведь что он у меня будет думать? Вот сразу потом приходит на мысль, что он у меня будет думать, что я вот такие тяжкие лихи сделал. Вот наше беспокойство чисто внимание такое. Что у нас люди будут думать? А какое нам дело к этому, фактически? Нас будет судить Бог, а не людьми. И нам нужно казаться праведным перед Богом, а не перед людьми. И когда мы беспокоимся только о людях, у нас получается паршивость души, прикрепим душою. И тогда, конечно, все основные грехи у нас являются гордость, самолюбие, самомнение, тщеславие. А эти вот самые хуже, страшные грехи, которые влетут за собой все остальные. Вот эти мы должны стараться создавать, бороться против этих наших наклонностей, привычек нехороших и духовных. И вот это мы создадим себе возможность внедрения в нашей душе благодати Святого Духа. Если мы не можем представить, что это значит. Что значит внутреннее спокойствие, внутренняя тишина. Нам, каждому человеку, нравится, чтобы нам было тихо и спокойно в нашей жизни. Главным образом, человек беспокоится о своем материальном благоустройстве, состоянии. И какие-то полусилия они прилагают для того, чтобы именно это создать как можно лучше. А ведь все это останется. Ничего мы с этого не возьмем. А сколько мы труда прилагаем, сколько мы стараемся вот наших детей выучить, поставить, как мы говорим, поставить в люди, сделать его каким-нибудь знаменитым человеком, ученым, архитектором, там, или инженером, или каким-то битым человеком. А вот беспокоиться о том, чтобы у него была душа чистая, чтобы он рос в любви к Богу, в любви к ближним, быть добрым, отзывчивым, милосердным. Вот этого иногда у нас собственной Душе не хватает. Как мы можем передать то, что у нас нет? Вот эти все духовные качества, эти все духовные порядки, которые мы должны были в первую очередь стараться приобрести. Адам был чистым, создан честь перед Богом. И ходил на гимн в раю. И он никого ничего не имел стыда. И куда он согрешил, ему ум помрачился. Когда он слышит, Бог приближается, он спрятался от Бога. Вот такое помрачение. Вот у нас бывает помрачение при любом грехе. Моглищий грех у нас ум помрачается. Мы не понимаем, что мы делаем тогда. И вот сейчас нет неправильного поступания. И когда Господь спросил его, Адам, где ты? А я спрятался, потому что ты шел. А почему ты сказал? Потому что я нагр. А кто же сказал, что ты нагр. Ну, вчера, другого, третьего дня, вот уже разговаривал с Богом, и сегодня ничего не было. И Господь наводит на покаяние, спрашивает, не съел ли ты запрещенного плода? Самый случай, сказать, да, Господи, прости, я вас согрешил, не прав, не поступил, нет. Жена, которую ты мне дал, вот вела меня в грехе. Что она мне дала? На мим образом обвиняет жену. А косвенно образом самого Бога. Ведь ты мне дал жену, зачем ты мне ее не дал? Вот она мне вела в грехе. Вот какое помрачение ума. Снова же Господь по всему милосердию вращается к жене. Что ты сделал? Снова же то же самое положение. попросить прощения, смириться. Нет, смей его, он не согласен. Вот это свойство каждого из нас, не сознать свою вину, свою влеку. Всегда на кого-то нужно обязательно положить вину. Вот это, это корень фактически наших всех бедствий. У нас не хватает, к сожалению, смирения, терпения. И нужно вот в этом просить у Бога смиренно, молиться усердно о Господе Богу. Время не хватает нам. Вот сюда, чем-то занято, когда-то торопится, что-то стучит, что-то забыли сделать, вот мысли наши всякие. Вот эти все, вот эти вещи, такие как будто мелочи, ничего вроде не, но они очень много нас значат. Все наши жизни созданы из мелочей. Но это мелочи. Вот возьмите ваши грехи, наши все грехи. Очень легко вспомнить большой грех. Вот, сделать вашу грех, не можно легко покаяться, вспомнить все. А вот эти маленькие, такая грешки, вот они остаются в нашей душе. Мы их не сознаем, не утиникаемся. Ну да, даже не замечаем, что мы согрешили. А ведь это, пяточку, какое бы оно ни было, на белом полотне, черное пяточку, то точечка, она издалека видно. Или наоборот, если она на черном полотне, бельенькая точечка, ее сразу видно. Вот так, куда человек, действительно, святой, живет в подвиге, в святости. Молеющий грех, он считает большим грехом. Вот это то, что все святые, они уже были святы, они видели Бога, имя Матери, но они, когда приходили к ним, с отрицей, и молились, я не знаю, начал ли я еще каяться, а они уже имели лицезрение Божие. И наоборот, когда человек погружается в гордость, в грехи, он чувствует себя святым, он не чувствует греха. А куда он малейший какое-нибудь доброе сделает, о, как душа разводится в гордости. Вот я сделал Божие вот это свойство, которое мы должны стараться приблизить с Господнимом в нашей жизни повседневно, каждую минуту, каждую секунду. И вот это приведет нас к исполнению тех заповедей Божьих, которые руководят, как законы природы руководят всем миром, так и заповеди Божьи, которые руководят нашу жизнь. Люди, покажутся без покаяния, не спасения, не используют нас все необходимы для нашей вечной жизни.